I have ways of blowing things up. Какая цель для игры, что там она и должна закончиться, я не знаю, возможно я прав, возможно нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, мы будем терпеливо сидеть, ждать, пока наберет номер, это же так важно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А, Галстуков Расположился на территории заброшенного цирка По сути, даже прятать не приходится Ведь место по-настоящему удачное Во-первых, воедино на скрытое Глубоком лесу, а во-вторых, местное уже много лет держится О цирке подальше и у нем связана одна трагическая история Я направлю к вам Адриану Пусссо, бывшую клоунессу Она расскажет вам о том Несчастном случае подробнее, а заодно Набросать карту территории Кто может знать цирк лучше, как человек, Который в нем работал, правда? Кроме того, майор Дэвис Трикс, бывший сослуживец подковника Хендерсона, поможет вам найти уязвимые точки в обороне штаба. Блин, это нам штурм планировать? У меня некем штурмовать, у меня игра скатилась максимально полностью. Хуан Хортон, тела труба. Мистер Нэш, я правил планы в осмотре сантехники водопроводных труб в участке. Не вижу таких проблем, с которыми мы бы не справились, не справилась моя изолента. Заметил только, что трубы, по которым горячая вода идет, как новенькие. Такое чувство, что горячей водой в участке никто не пользуется, эти трубы здесь не нужны. Если хотите, я могу снять их, сдать на металлом по своим каналам. Никто ничего не заметит, а мы с вами поднимем неплохие деньжаты. Думаете? Нет. Ну в смысле, скрутить горячие трубы, ну ты нормально вообще? Пожалуй, мужчина хотел зарегистрировать бак со своей сибирской кошкой, когда ему отказали он... Сколько надо? У меня сейчас весь участок туда уедет? Ну давай. На регистрацию... Отлично, был пьян, до свидания. Накипь. Накипь, блин. 10 лет назад мы с ребятами приехали в Шарпу на гастроль. Наш фокусник Золдан постоянно рассказывал, какое здесь красивое озеро. Но начало все действительно было прекрасно, да и о публике отбоя не было. Но потом в городе пропала какая-то девочка, кажется, из воспитанниц местного пансионата. А местные жители отчего-то придумали себе, что это братья Филлис, наши клоуны, и изнасиловали и убили. Странно, да? С чего там? Всех наших ребят вывезли копать себе могилы в лесу, а Филлисов прямо в гриме затащили на мельницу и повесили. Красиво, самосуду устроили. В городе полиция, издание, никто не слышал. Не проходит и ночи, чтобы меня не мучили кошмары о том дне. Я спаслась чудом и каждый год... Дриана Пус, это да. Каждый год прихожу к цирку положить цветы и вспомнить своих друзей. Вчера я решила сделать это в последний раз. Потом на седа уехать из Шарпа, но попасть в цирк я так и не смогла. Вкруг шатров кто-то возвел забор. В снегу торчат капканы, а сквозь деревья можно увидеть снующих людей в пальто. За чистоколом не видно, что творится внутри, но я могу нарисовать вам план. Ага, ага. Забор, план диверсии штаба, пожалуйста, сверить всю информацию, нарядите. Назначу новую штурмовую группу. Осталось 4 дня. Ну, ха... Так, мистер Нэш, я не приглядываю своей женой, уже бывшей женой, конечно. И хотя я ненавижу эту тварь, но она все равно моя, понимаете? Она все не укоманит. С каждой недели к ней ходят все новые уху. Ого! Ну, в этом красном галстуке он был последней каплей. Не могу выкинуть из головы этого мударского ухмылка. Сначала я хотел ворваться в дом и замочить говнюка, но решил держать себя в руках. Последовал за ним до самого леса. Там он свернул в сторону цирка, куда уже лететь никто не ходит. Цирк-то оказался горит и сверкает. Только вот дальше я в одиночку сунуться не смог. Там все какие-то... Со стволами. Надо бы еще раз наведаться туда и изучить обстановку по мне. Пришли мне толкового копа. Я тебе единственного, кого могу прислать. Плейн-бью, давай. Наки, позаботиться о нем. Вместо убитого мне пришлют новый. Этот и так уже пьяный. Он проваляется 7 дней. Да, давай. Лиззи, моя верная спутница, вот уже 3 года. Я впервые в жизни готов официально оформить отношения. Вы, оказывается, отказываете мне из-за каких-то нелепых формальностей. Стучит револьвером по столу, пожалуй, мужчина. Его сибирская кошка сидит у него на шее. Приказать выпустить оружие. Вот, с переговорами. Арестован. Все качнулись, поехали. Констервированный. Дам-дам-дам. Тебе... На тебе скорость. Олив. 20 секунд. Может, и успею. Сейчас посмотрим. А, ну да, они успеют вернуться. Плейн-вью, красавчик, вообще не доехал. Уже двое. Накипь скончался. Так. У меня не хватит всего, что у меня есть, да? Не хватит. Тогда и пофиг. Сюда. Сюда можно приехать. Выдовец в истерике сообщил, что кладбище стоит женщина в красной китке и каким-то образом заставляет ворон каркать, платоядно нападать на горюющих. По-моему, это бред. Городское кладбище. А я ни туда, ни туда, значит, не поеду. Ранение плейн-вью. Нет, с тобой я разбираться не буду, это нормальный чувак, всё в порядке. Похороны накипи, пусть морде сами разбираются. Не поеду ни туда, ни сюда. Покушение на убийство. Вот. Вороны просто каркали на свежих, плохо закопанные могилы. Женщину красной китки никто, кроме пожилого вдовца, не видел. Там ложный вызов. А сюда у меня просто некого отправить, у меня нет такого количества звёздочек, чтобы они туда могли поехать. Ну, как бы. Воружённое ограбление, никто не приехал, сбежал, гражданские погибли, а что я сделаю? Так, сюда. Пьяный мужчина угнал асфальтовукладчик, чтобы сделать перед своим трейлером аккуратный маленький дворик. Поехали. У меня просто в любом случае уже заруинена игра. Я сейчас хочу дойти до логического завершения. Вот. Но... Пьяный мужчина сидит за рулём заглохшего асфальтовукладчика и без понятия щелкает тумблерами. Приказать сдаться. Все качнулись, все красавчики. Ты ещё себе стрельбу качнул, хорошо. А, ещё и дна тебе переговоры. Музыка. Красавчик. 2800. Но, опять же... Такими ресурсами не обладаем. Пьяный старик играет в дартс, бросает топор вместо тротиков. Приезжайте и арестуйте его, пока никто не пострадал. Просит бармен. Топор нормально в дартс кидать? Ну... Похороны Мерседес. Так. А, это те, которые у меня на задании слиплись. Дольче. Да-да-да. 5.11 в прогрессе. Сюда. Мне же не хватит всех. Да, не хватит. Значит, не едем. Мне там буквально одного человека не хватает. Если бы хотя бы плейнью не разбился. Женщина услышала за окном автомобильный рёв и звонкий удар. Пару секунд спустя раздался чей-то крик. Ехайте. Может быть, хоть что-то отобьём сегодня. Посмотрим. Барс Мелли Гус. Ну, да, гражданские погибли. Ну, КБ, а что я сделаю? 18 секунд. Опять же, я тут уже ничего тоже не сделаю. Хотя сюда можно было приехать. Мужчина украл телевизор из дом гнистра Шика и тачит его на садках. Это очень лёгкая штука. Здесь можно было бы быстро разобраться. А это было... А это было ложным. А вы за 10 секунд не успеете вернуться, да? Ну, блин, выехали на ложные, а мы... Вот это обидно. Вот это мы просрали. А сюда мы... Сюда мы тоже сможем приехать. Хорошо, очевидц сообщил, что возле водонапорной башни дежурит. Престудка предлагает экстремалам услуги. Фига себе. Кража. Преступник сбежал. Не поедете, да? Поедете. Тоже час ночи я сюда не успею никого отправить. Ну, ладно. Деньги, по сути, очень хорошо заруинены, очень качественно. Проститутка и её тучный клиент карабкаются по лестнице водонапорной башни. Подождать внизу. Подождите, она... Зачем? Они оттуда спрыгнут и улетят. Подожди, подожди, подожди. Лезть следом. Когда коп с карабкаются по лестнице... Когда коп с карабкаются по лестнице... С вершинного водонапорной башни, Проститутка и клиент уже приступили к делу на самом краю. Подкрасться. Кто у нас там со скрытностью? Ты же опять давай. Коп сумел подкрасно надеть наручники, Пока она обслуживала клиента. А чё, свечку с собой не взяли? Ну, ладно. Вместо накипи нам поедизатора должны дать другого чувака. Плейн вью 3 дня проваляется. Я не уверен, что эта игра ещё продлится 3 дня. Так что давайте будем реалистами. С другой стороны... Сколько серий назад я говорил, что это последняя серия? А, она всё ещё не последняя. Да-да-да, закрыть идите нафиг. Шестнадцать, минус три, минус девять, минус восемь. Ушли в ноль. Я не помню только сколько дней у нас подряд в ноль. Так что... Гудвин, блин. Ха-ха-ха-ха. Так. Климзи, Климзи. Да, я не буду работать каждый день. Давайте пострами ещё раз вытащим Аарановича. Макперота. Бородка не будет. Челмики. Мурадян. Ещё... Ещё Климзи вернётся на смену. Ещё нам одного человека должны дать. Завёртший день. Пострайм. Придётся пахать, блин, за троих. Буквально. Ну, ладно. Шестнадцатое число. А, всё. Это и был наш последний день. Hello, Jack. Ну, значит, это и есть конец игры. Джек Арестон. Вы теряли больше язычков с членом Зарвотой три дня подряд. Так что Лили сдала вас Федералом. Это и был наш третий день. Я просто достаточно давно, где-то недели полторы назад, снимал ту серию. У меня там был запас. И поэтому, в принципе, оно на самом деле не проблема. Давайте так. Пару слов по этой игре. Почему я её не буду в третий раз начинать перепроходить? В первый раз я подумал, что, может быть, это какая-то моя ошибка. Я что-то не так делаю. Но когда я перепроходил игру во второй раз, дал ей второй шанс, начал играть, все дела, всё нормально. Игра, ну, крайне всрато сделана в этом смысле. Потому что от тебя хотят абсолютно все и всего. Получается, ты должен нагребать кучу полицейских. Потакать им, как детям. Вот буквально, смотрите, люди, весь участок потерял к нам лояльность за одну смену. Как только мы им поменяли завтрак. Они взрослые, нормальные мужики. И ты им говоришь, вы сегодня будете есть вот это, а не вот это. И всё, и весь участок по тебе теряет уважение. И что это за полицейские такие, которые... Я не буду работать два дня подряд. Я туда не поеду. Я это делать не буду. Ну, блин. Я могу понять, что есть некие индивидуумы, которые так себя ведут. Но чтобы у тебя весь участок себя так вёл, во-первых. Во-вторых, вот эта вся фишка, когда у тебя, например, человек достаточно опытный, как тот же Мустард, которого мы потеряли во втором прохождении. Вот. Самый опытный человек в участке берёт и просто там лажает обычное действие. Хотя у него до... Ну, как бы и перк был прокачан, и опыта у него дохренища. И тут какая-то старуха, блин, его просто серпом убивает. Причём даже не ранит. А вот, если ты стреляешь, то ты стреляешь обязательно кому-то в голову. Или промахиваешься и стреляешь жертве в голову. То есть, всё, что ты не сделал бы, всё равно закончится каким-то хреновым результатом. Тут очень... Всё так сделано под то, чтобы ты не... Ну, то есть, не выиграл, тебе пришлось бы перепроходить этот день раз за разом. Я не люблю такое. Я не хочу перепроходить день раз за разом. Шлифую его, чтобы он вышел хорошим. Я хочу играть и получать от этого удовольствие. Я могу ещё понять какую-нибудь там тактическую операцию, перепройти два или три раза, потому что, ну, хорошо. Вот. Но перепроходить целый день, потому что, блин, у тебя всё пошло не так. А вот один раз у тебя, один, единственный раз у тебя пошло всё не так, и всё, игра уже полностью запорота. То есть, у меня было достаточно большое количество полицейских. У меня были... Они были профессионалы, все меня уважали, то-то-сё-то. Буквально за один-два дня всё меняется. Пять человек убивают, кого-то украдут, кто-то тебя не уважает. И всё, твоё прохождение развалилось. То есть, ты там проходил её в течение 20 дней или сколько такое. И буквально за день-два всё портится. Из-за того, что ты принял там каких-то два... То есть, игра вообще не прощает. Во-первых, что не прощает, а во-вторых, она специально тебе построит такие ситуации, в которых ты облажаешься. Вот. Потом, то, как здесь сделаны катсцены, это отдельный вид искусства. В отрицательном смысле, к сожалению. Потому что они сделаны отвратительно. Они затянуты, они скучные, они долгие. Пропустить их нельзя, потому что ты тогда не поймёшь, что вообще нахрен происходит. Вот. Потом... Ну, то есть, например, та же фишка с соревнованием, с рыжим чуваком была. Вот. Я должен платить чуваку 20 штук в неделю, чтобы меня не сдали. Я должен нянчиться со всеми этими капризными копами. Я должен делать кучу всего. Должен выполнять ещё кучу разных поручений. И плюс ещё к соревнованиям. А чувак, мало того, что он просто сам по себе играет, ну, типа параллельно, вот, так ему ещё и в конце концов он жулит, ему помогают, он выигрывает. Я теперь даже не знаю, возможно ли было у него выиграть легально или нет. Ну, наверное, да, если ты все дни пройдёшь идеально, у тебя будет огромный разрыв в язычках, он там в конце выиграет 20-30 лишних язычков, но ты его обойдёшь, хорошо. Кстати, интересно, как бы тогда развязалась игра, остался бы он жив или нет. На самом деле, я не жалею, что его повесили, потому что он мудак. Вот, в общем, мне игра не понравилась. Она, сама эта игра, она не знает, что она из себя представляет. Это то ли графическая новелла, то ли это симулятор полиции, то ли это симулятор спецопераций, то ли это симулятор хрен знает чего, почему у меня обычные полицейские занимаются расследованиями, почему у меня нет детективов, почему всё не на своём месте. Это столько, на самом деле, вопросов, когда их уже столько, этих вопросов, ты перестаёшь спрашивать, ты уже просто махаешь на это всё рукой, говоришь, да ну к чёрту. Так вот, да, ребят, это та серия, когда мы махаем рукой и говорим, да ну к чёрту, эта игра того не стоит. Я не буду делать третье прохождение, я не советую вам в эту игру играть, я не советую вам эту игру покупать, потому что, ну, как по мне, это фейл. Первая часть была просто офигенна, мне она очень понравилась, и она была очень реиграбельна. Вторая часть взяла всё самое худшее, привнесла кучу ещё плохого, и потеряла по пути всё самое лучшее, поэтому вторая часть... Я так подозреваю, что, наверное, это стало также причиной, что не вышло продолжение ни третьей части, ни ничего. В любом случае, ребятушки, спасибо, что всё это время находились с нами, спасибо, что были, смотрели. У нас впереди ещё куча новых проектов, новых игрушек. Играйте в хорошие игры, которые вам нравятся, не надо тратить время на то, что вам не нравится, вот что я вам скажу. На этом у нас всё, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра-бобра, всем молодушек, всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!